В письме вы можете рассказать о том, как вы здесь живете, о том, какая мирная жизнь у нас здесь с вами, а солдату написать и попросить, чтобы он возвращался живым. Письма и рисунки Дашкалят постоянно отправляются в зону проведения специальной военной операции и греют души солдат. Паша Фролов участвует в этой акции впервые. Для бойцов он нарисовал сердце, которое раскрасил в триколор. Внутри нарисован российский флаг, а на белом написано «Спасибо, а под ним вам». Настя Милицкая поднимает себе настроение патриотической песней. Участвует в этой акции она не первый раз. Поэтому помимо рисунка пишет и письмо с пожеланиями. Я бы желала, чтобы они остались живыми, чтобы они были здоровы и счастливы, и чтобы поскорее они вернулись домой. Это солдат, который вернулся домой, и его ждут родные. Я нарисовал и истребитель, и я хочу вызывать солдатам, чтобы они были живы и поскорее отшелись домой. Детские рисунки и письма отправятся солдатам вместе с гуманитарной помощью. Мы также тесно сотрудничаем с ТОС 46-го комплекса, потому что они изготавливают свечи. И вместе со свечками мы отправляем письма наших деток и рисунки. Письма и рисунки для бойцов воспитанники детского сада стараются готовить каждую неделю. Яна Вальдю, Кирилл Хабзей. Новости Набережной Челны.